Делайте ставки. Выигрыш или проигрыш. Или мошенничество. Стратегия провала и удачи. Самые великие игорные аферы. Сегодня мы расскажем о невероятных по дерзости мошенничествах, которые могли принести баснословные деньги, но обернулись полной неудачей. Вас ждет рассказ о Жакее, уехавшем в отпуск на 9 лет. Один из сотрудников ипподрома крикнул Регу Такеру, владельцу и тренеру лошади, что Жакей не упал с нее, а спрыгнул. Мы также поведаем об афере с собачьими бегами, в которой участвовала целая деревня. Последовала быстрая реакция. Впредь такого допускать нельзя. А еще вы увидите шарик рулетки с дистанционным управлением, который в 70-е годы принес своим хозяевам более миллиона фунтов. Применение такой техники в казино в то время было просто чудом. И, наконец, мы расскажем про жулика, который мог бы выиграть к Рождеству больше денег, чем имеется в Государственном банке Британии. Эта сумма больше любой другой, украденной любым другим вором из всех сидящих в тюрьмах мира. Но сначала вы узнаете о преступном крупье, который мгновенно обогатился, неправильно тасуя карты. В конце 90-х австралийский игорный бизнес понес убытки от преступного крупье и его шайки, прикарманившей за неделю свыше четверти миллиона австралийских долларов. Они делали максимальные ставки по 5 тысяч долларов и выигрывали. Проигрышей у них не было. Они выигрывали в каждой игре. Банда промышляла на так называемом золотом побережье Австралии, где существуют чудесные условия для серфинга, сказочные пляжи, а главное — казино Юпитер. В то время начальником его охраны был Колин Тафф. У нас имелась самая передовая для того времени система видеонаблюдения и лучший персонал. Тем не менее, жулики решились нас пощипать. В 1998 году Колин и его подчиненные подверглись атаке людей, придумавших способ обирать казино. Преступного крупье звали Ван Дагдон. Место его работы находилось в Бильборне, в казино Корона. Но свою банду он сколотил с целью обогащения на столах для игры в Бакара, в казино Юпитер, в 2000 километрах от его родного Мельборна. На столах Бакара наше казино стало терять деньги. Приходилось всё время пополнять там запас фишек. Жулики ни разу не проиграли. В игре мини-бакара, как её называют в казино, всё зависит от удачи. Игроки делают ставки ещё до того, как раскрываются карты. Бакара – игра очень простая. Можно ставить на победу крупье или игрока, или на ничью. Побед может быть до девяти. Надо принять только одно решение, на что ставить. Остальное зависит от карты. У преступного крупье Ван Дагдона возник хитрый план. Он научил двух других крупье так называемому «фальшивому тасованию карт». Дон подкупил двух сотрудников в казино Юпитер, и те стали его сообщниками. Дон подошёл к ним в вход в казино и пообещал «Золотые гор». Им надо было только неправильно перемешивать карты. И всё. Будучи опытным крупье, Дон научил их тасовать карты так, чтобы большая часть колоды оставалась неперемешанной. Фальшивой тасовкой некоторые крупье овладели в совершенстве. При этом часть колоды перемещается целиком, не перемешиваясь. По плану Дона, его сообщникам крупье полагалось провести первый кон игры в Бакара по правилам. При этом члены шайки должны были записать порядок выхода карт. Такие действия не могли вызвать подозрений. Карты записывают многие игроки. Главный мошенник сидел за столом и записывал карты, которые возвращались в колоду после того, как сыграли. В конце кона крупье должен был тщательно перемешать колоду перед следующей игрой. В казино карты тасуются очень основательно. Это даёт игрокам уверенность в том, что шансы выиграть равны для всех. Карты должны появляться в случайном порядке. Но в этот раз, поскольку карты не были перемешаны, у жуликов не было ни малейшего риска проиграть. Банде оставалось только наблюдать, как из неперемешанной колоды выходят известные им карты и делать ставки. Все сообщники сразу начали ставить деньги по максимуму. То есть по пять тысяч долларов. Но огромные ставки Ван Дагдона сразу привлекли внимание сотрудников казино. Менеджеры наблюдают за игроками, которые демонстрируют необычный стиль игры, скажем. Подают друг другу сигналы или слишком часто выигрывают. Все необычно и подозрительно. Эти игроки заработали очень много, причем быстро. Они ставили в четырех или пяти играх только по пять тысяч, и вскоре каждый выиграл тысяч по сорок-пятьдесят. Целую неделю казино несло убытки. Необходимо было понять, куда утекают деньги. Глава охраны Коллин Тафф догадался, что причина потерь – группа игроков, делающая крупные ставки. Когда эти люди явились в очередной раз, снова стали делать крупные ставки и выигрывать. Мы поняли, они жулики. Но мы не могли догадаться, как происходит афера. Мы установили за ними видеонаблюдение, и с его помощью обнаружили, что крупье неправильно тасует карты. Часть колоды он оставлял неперемешанной. Поскольку игроки в первом кону записывали все карты, они прекрасно знали порядок их появления. Ясно, что при этом они не могли проиграть. Все было очень просто. Как только все стало ясно, мы вызвали полицию. Коллин Тафф позвонил мне и попросил просмотреть запись видеокамеры из казино. Увидев ее, я сразу понял, что происходит афера. Однако менеджер казино не хотел верить, что его крупье стали сообщниками жуликов. Сначала только мы с Колином были уверены, что в казино происходит мошенничество. Мы твердо стояли на этой точке зрения. Но чтобы началось следствие, Ален и Колин должны были предъявить улики. На их подготовку мы потратили много часов. Мы снимали тасование карт несколькими камерами, чтобы менеджер ясно увидел аферу. Мы просмотрели сотни метров пленки. В записи было видно, что карты для жуликов всегда тасуют два определенных крупье. Наконец, начальство нам поверило и потом долго благодарило нас за проницательность. Ален и Колин, наконец, смогли арестовать двух крупья. Мы задержали их и отвели в столовую для персонала казино. Его владелец хотел, чтобы остальные сотрудники знали, преступники схвачены полицией. Мы объяснили, в чем они подозреваются и какие улики против них обнаружены. И они согласились дать показания. Один из них сказал, что получил за помощь жуликам 15 тысяч, другой заявил, что ему дали 5 тысяч. Теперь надо было задержать того, кто придумал аферу. Его появление ждали полиция и охрана. Как только Ван Дагдон вошел в казино, его схватили. Его арест стал венцом дела. Вычислить жулика и вести следствие было нелегко. Зато, когда полицейские, показав ему свои жетоны, забрали его, мы испытали восторг. Мы выяснили, что Дон имел лицензию крупье и работал в казино Корона в Мельбурне. Мошенничество он осуществлял в свои выходные. Он придумал способ фальшивой тасовки карт и осваивал его несколько месяцев. С помощью этого способа он собирался выиграть кучу денег. Но будучи профессиональным крупье, Ван Дагдон должен был знать, что менеджеры казино всегда начинают следить за теми, кто выигрывает слишком много. Игрок не может все время выигрывать. Он пару раз выиграет, потом пару раз проиграет. А жулики, как им казалось, нашли идеальную систему выигрышей. Она действительно потрясающая. Несмотря на улики, Ван Дагдон настаивал на том, что он невиновен. Дон заявил, что действовал один, что делал ставки в определенном порядке, но выигрывал просто потому, что ему везло. Это было просто смешно. Особенно после того, как казино Корона прислало нам распечатку телефонных звонков жуликов друг другу. Несмотря на то, что сначала шайка имела успех и прикарманила четверть миллиона австралийских долларов, развлечения Ван Дагдона кончились тем, что он получил три года тюрьмы. Мошенники не заработали ни цента. Далее мы расскажем об австралийском Жакее, уехавшем в отпуск на девять лет, чтобы спастись от тюрьмы. Эта афера была обречена на провал. Позорный поступок. Вы также узнаете о мошенничестве, в котором участвовала целая деревня. Заговорщики оккупировали окошки касс. Обычный любитель бегов не мог сделать ставку. А еще вас ждет удивительная история про умный шарик рулетки. Самые великие игорные аферы. Итак, сегодня мы рассказываем о самых наглых и дерзких аферах, которые чуть было не удались. Вы узнаете об ирландской деревне, пытавшейся надуть букмекеров. На этом примере становится ясно, как трудно получить деньги, совершив аферу. Букмекеры сделают все, чтобы разоблачить ее и не платить выигрыш. Вы также увидите пачку сигарет, в которой был скрыт секрет на миллион фунтов. Чтобы разоблачить такую аферу, нужно много времени. Но сначала рассказ о букмекере, с которого потребовали самый крупный выигрыш в истории игорного бизнеса. Самые великие игорные аферы. Ставка, которая принесла миллиарды. Зимой 1993 года мелкая букмекерская контура в городке Хексом в британском графстве Нортумберленд стала местом совершения крупнейшего мошенничества. Человек, задумавший его, может быть занесен в книге рекордов. Впрочем, он потерпел провал, потому что перемудрил. Замысел был крайне прост, и выполнить его было просто. Но он считается из ряда водомоходящим из-за гигантской суммы возможного выигрыша. Все началось с того, что клерк букмекерской конторы по ошибке выдал клиенту оба экземпляра записи о его ставке на результаты футбольных матчей, не оставив один из них себе. Клиент решил не возвращать второй экземпляр клерку, а сделать себе славный рождественский подарок. Он вписал в листок верные результаты всех 25 футбольных матчей, прошедших в Шотландии в один день. Но жулик не мог даже представить, сколько он выиграет. Эта сумма больше любой другой, украденной любым другим вором из всех сидящих в тюрьмах мира. Следователь по делам о мошенничестве Колин Корт узнал о невероятной ставке по телефону. Стревожный букмекер с Хексома сообщил ему о гигантском выигрыше. Когда букмекер стал его подсчитывать, он сразу понял, что у него даже близко. Ведущий матч, потом на следующий и так далее. При первой ставке всего в один фунт общая сумма выигрыша была больше, чем Колин мог представить. На первом матче соотношение ставок было 10 к 1. 1 плюс 10 выигрыш составил 11 фунтов. Их поставили на второй матч. Там тоже было соотношение 10 к 1. Выигрыш составил более 100 фунтов. Их поставили на третий матч. И так 25 или 26 раз. Следователь понял, что такого везения не бывает. Что игрок, видимо, вписал результаты в листок со ставкой после матчей. Он заметил, что букмекер дал ему не только копию записи его ставки, но и оригинал. То есть в конторе не осталось никаких следов его ставки, а значит, он мог вписать в свои листки результаты матчей, уже зная их, и сорвать куш. Но жулик не подозревал, что все записи о ставках фотографируются, чтобы их нельзя было подделать. Фотография его ставки не соответствовала предъявленной им записи. Стало ясно, что жулик ее изменил после того, как узнал результаты матчей. Прежде чем Коллин предъявил преступнику обвинение, он решил подсчитать, на какой куш тот рассчитывал. Но подсчет суммы выигрыша за угаданные результаты 25 матчей оказался слишком труден для компьютера. Хотя сначала жулик поставил всего один фунт, когда были сыграны половины матчей, его выигрыш составил уже 22 миллиона фунтов. Компьютеры аудиторского центра не могли справиться с такой суммой. В это время Коллину опять позвонил букмекер с Хексома и сообщил, что мошенник, не знающий о том, что он разоблачен, пришел за выигрышем. В это время Коллин все еще не мог подсчитать его сумму. Мы передали сведения об удивительной ставке в наш главный офис в Лондон, где стояли более современные компьютеры. В 2 часа 15 минут пришел результат подсчетов. Жулику причитались 2327 миллиардов. Самый большой мошеннический выигрыш в истории игр. Коллин вызвал полицейских и вместе с ними поехал брать преступника. Сначала мы собирались предъявить ему обвинение в попытке присвоения 2327 миллиардов фунтов. Но тут один из наших бухгалтеров сообразил, что эта сумма превышает все денежные ресурсы Государственного банка Британии. Поэтому жулика обвинили в подделке документов. Когда его задерживали, стало ясно, что он не представляет величины выигрыша. Чтобы унести деньги, он взял с собой всего 2 пластиковых пакета. Казалось невероятным, что человек может выиграть такую гигантскую сумму и спокойно прийти за ней к букмекеру с магазинными пакетами. Я спросил, знает ли он, сколько он выиграл. Он не знал. Я назвал сумму 2327 миллиардов фунтов и представил ему детектива Мика Веста из полиции графства Нортумберленд. Мик положил ему руку на плечо и сказал, «Сынок, твое имя войдет в историю, но ты арестован». На другой день сообщениями об афере пестрили первые полосы газет. Человеком, который пришел требовать такую непомерную сумму, заинтересовалась не только наша газета, а все газеты страны. Люди в пабах, измеряя толщину денежных пачек, прикидывали, какой толщины был бы выигрыш жулика. Кое-кто высчитывал его эквивалент в золотых слитках. 2327 миллиардов фунтов – это астрономическая сумма. Суд с удовлетворением услышал, что мошенник признает себя виновным. Подобных преступлений раньше никогда не было. Мы не знали, какой приговор вынести человеку, пытавшемуся украсть 2327 миллиардов. Мы хотели было передать дело в суд более высокой инстанции, но потом дали подсудимому один год условно. Тот воспринял наказание очень серьезно, а Колин от души посмеялся. Я сказал ему, «У меня для тебя подарок». Записная книжка с ваучером, дающим право бесплатно сделать ставку в один фунт. Мошеннику не удалось получить к Рождеству 2327 миллиардов. Зато он получил в подарок записную книжку, возможность сделать ставку в один фунт и славу человека, пытавшегося прикарманить самую большую сумму денег в истории игорного бизнеса. Потенциальный мультимиллиардер из Хексома был слабоват в математике. А наш следующий герой совершал с числами самые хитроумные операции. Самые великие игорные аферы. Беги, Сэм, беги. В 1979 году группа ирландских мошенников взяла себе в помощники целую деревню, чтобы манипулировать с соотношением ставок на собачьих бегах. Потенциальный выигрыш мог бы стать самым большим в истории этих соревнований. Спайк Мерфи, а также его друзья Джек и Эрик, будучи уверены, что их борзая Белли Денолл Сэм выиграет собачьи бега в местечке Малингар, придумали хитрый способ обогащения. Замысел с использованием Белли Денолл Сэма был просто потрясающий. Этот план родился в понедельник вечером и воплотился в жизнь в субботу. То есть совсем скоро. Эта афера стала возможной из-за особой системы ставок на собачьих бегах. Она называется ТОП. Соотношение ставок определяется тем, сколько денег поставлено на определенную собаку. Чем больше на нее ставок, тем больше уменьшается сумма выигрыша в случае ее победы. При системе ТОТ все деньги собираются воедино, а затем делятся по числу выигравших. Идея мошенников была проста. Если выиграет только одна ставка, тот, кто ее сделал, получит все деньги, собранные системой ТОТ. Если вы хотите, чтобы одна из них принесла крупный выигрыш, вам надо сделать так, чтобы люди ставили только на остальных собак, а на вашу, чтобы не поставил никто. Так и было сделано в случае с Белли Денуэлл Сэмом. Мошенники поняли, что если будет сделано огромное количество ставок на всех собак, кроме Белли Денуэлл Сэма, то при его победе выигрыш окажется гигантским. Проблема была только одна. Предстояло найти целую армию людей, которые сделают ставки на других собак. Но воплощение замысла было всего пять дней. И тут у Спайка возникла мысль взять в помощники всю его деревню. У нас там все друг друга знают. Мы привлекли домохозяек, санитарных инспекторов, охранника, школьного учителя, бизнесменов, мясников и так далее. Эти люди не играли на бегах. Многие видели их пару раз в жизни, сто лет назад. Количество добровольных помощников росло. Спайк и его сообщники поняли, что смогут увеличить свой выигрыш еще больше, если сделают ставки в разных букмекерских конторах по всей Ирландии. Они надеялись обобрать и букмекеров, и систему ТОТ. Когда 20 лет назад мы придумали трюк с Белли Денолом Сэмом, система ставок еще не была такой хитронной, как сейчас. Система ТОТ отличается от системы букмекеров. Часто одна из них не влияет на другую. Во времена аферы с Сэмом можно было прийти в букмекерскую контору, поставить деньги на любую собаку и сказать, что ты хочешь использовать соотношение ставок с системой ТОТ. Это значило, что сколько бы ни выиграла собака, деньги можно будет получить в букмекерской конторе. За пять дней жители деревни сделали ставки в максимально возможном количестве букмекерских контор Ирландии. Мы отправили людей делать мелкие ставки по всей стране, считая, что на маленькие суммы никто не обратит внимания. Мы не хотели, чтобы букмекеры заподозрили неладное. Я сидел у телефона и принимал сообщения о сделанных ставках от разных людей с разных концов страны. Мне звонили из Киккини, Бексфорда, Уотерфорда, Гелвис, Лайго, Дандалка и Дублина. Сделав все ставки, жители принялись вычислять их соотношение в системе ТОТ. Белли Донелл Сэм еще не победил, а заговорщики уже предвкушали крупный выигрыш. Далее вы узнаете о досадном промахе, из-за которого афера на собачьих бегах потерпела провал. Мы также расскажем о сигаретах ценой в миллион. Преимущество жуликов перед казино составляло 300%. При таких шансах проиграть невозможно. Из 10 попыток 10 будут выигрышными. А еще вы узнаете о прыжке, вызвавшем панику. Один из сотрудников ипподрома крикнул Рэго Такеру, владельцу и тренеру лошади, что жокей не упал с нее, а спрыгнул. Самые великие игорные аферы. Итак, вас ожидает рассказ о шарике-рулетке, который мог принести своим владельцам миллион. Этот трюк – один из самых потрясающих в истории игорного бизнеса. Насколько я знаю, тогда впервые игроки использовали в казино свое оборудование вместо оборудования казино. А еще мы расскажем о слишком долгом отпуске. Но сначала продолжим историю о заговоре на собачьих бегах, который мог бы стать самым успешным мошенничеством в Ирландии. Самые великие игорные аферы. Беги, Сэм, беги. В 1979 году ирландские мошенники придумали способ использовать систему ставок ТОТ. Они догадались, как можно искусственно увеличить соотношение ставок, а потом нажиться и на системе ТОТ, и на букмекеров. При ставке в системе ТОТ в 20 пенсов соотношение ставок на нашу собаку было 964 к 1. То есть на каждый фунт, поставленный у букмекеров, мы получили бы почти тысячу. Но заговорщикам требовались помощники, и они привлекли к афере всю свою деревню. Им надо было сделать так, чтобы на бегах на их собаку не поставил больше никто. В день бегов участники заговора пришли в местный паб на совещание. Каждый из пришедших возглавлял группу из 4-5 односельчан и должен был объяснить им, как надо действовать. Им было приказано ставить на всех собак, кроме Белли Доналл Сэма. Они должны были поставить по 20 пенсов на номер 1, номер 2, номер 6 и так далее. Односельчане отправились на место проведения бегов, притворяясь, что не знают друг друга. Они не разговаривали между собой, хотя были знакомы с детства. Они смотрели друг на друга, как на незнакомцев, и исполняли свои роли так естественно, что никто не заподозрил ничего плохого. Как только для забега с участием Белли Доналл Сэма открылась система ТОП, участники аферы бросились делать ставки. Мы не хотели, чтобы кто-то почуял неладное. Как только открылись окошки касс, заговорщики начали ставить деньги на всех собак, кроме Белли Доналл Сэма. Они делали это как можно медленнее, чтобы больше никто из присутствовавших на бегах не успел сделать ставку. Наши люди протягивали в кассу 5-фунтовую бумажку, хотя ставка была в 20 пенсов. Потом они вдруг решали сделать еще одну ставку и снова протягивали 5-фунтов. Кассиру приходилось долго выдавать им сдачу, а время шло. Из-за манипуляции с соотношением ставок на Белли Доналл Сэма она составила 964 к 1. Оставалось совершить самое важное. Перед закрытием касс системы ТОТ один из сообщников поставил 20 пенсов на Белли Доналл Сэма. Это была единственная ставка на собаку-фаворита. Чтобы получить куш с какой-либо собаки, на нее надо сделать хотя бы одну ставку, потому что все ставки идут в общий котел. И если есть хотя бы одна, пусть ничтожная ставка на эту собаку, она автоматически выиграет солидную сумму. Так устроена система ТОТ. Теперь Белли Доналл Сэму оставалось только честно победить и принести жуликам выигрыш. Но в начале гонки он бежал плохо. Он чуть было не проиграл забег. Я стоял у окошка кассы и видел, как он отстает. Белли Доналл Сэм выиграл забег, хоть и с минимальным перевесом. Рядовые участники аферы отправились в ПАП, а ее организаторы касси за выигрышем в системе ТОТ. Увидев его сумму, они поняли, что трюк сработал. Они были потрясены величиной выигрыша. Женщина, которая его выплачивала, сказала, ловко вы сыграли. Молодцы. Единственная ставка в 20 пенсов принесла заговорщикам почти 200 фунтов, окупив все ставки, сделанные жителями деревни в разных городах на всех остальных собаках. Но настоящие деньги им должны были выплатить букмекеры, ведь соотношение было огромным – 964 к 1. В ближайший понедельник победители намеревались собрать с букмекеров гигантскую сумму – 100 тысяч фунтов. А пока в ПАПе началось празднование победы. Помню, один человек в баре спросил, сколько вы выиграли. Наши друзья пытались сообразить, сколько они получат, но потом один из них ответил, об этом ты прочтешь в завтрашних газетах. Поскольку в дело было вовлечено слишком много людей, а теперь эти люди накачались спиртным и не могли удержаться от хвоставства, афера перестала быть тайной. В Ирландии люди много общаются друг с другом, поэтому если кто-то сорвал на бегах крупный куш, слухи о нем разносятся очень быстро. У нас трудно что-нибудь скрыть. В воскресенье о новости трубили все газеты с первых страниц. Букмекеры поняли, что стали жертвами обмана и отказались выплатить выигрыш. Последовала быстрая реакция. Пресса высказалась очень жестко. Газеты описали все манипуляции с кассами системы ТОТ. В частности, то, как заговорщики оккупировали окошки касс, чтобы обычный любитель бегов не мог сделать ставку. На этом примере становится ясно, как трудно получить деньги, совершив аферу. Букмекеры сделают все, чтобы разоблачить ее и не платить выигрыш. В случае с Белли Денелла Сэмом у них были все основания не платить. По-моему, именно после этого букмекеры договорились больше не выплачивать выигрыши системы ТОТ. Из-за беспечной болтовни ирландские мошенники упустили шанс получить 100 тысяч фунтов. Но их выигрыш в системе ТОТ в Маллингаре при невероятном соотношении ставок 964 к 1, по крайней мере, покрыл их расходы. Далее в нашем выпуске, посвященном самым дерзким аферам, вы узнаете об удивительном шарике рулетки. Самые великие игорные аферы. Не курить богатой не быть. Обмануть рулетку невероятно сложно. Но летом 1973 года группа мошенников смогла это сделать. С помощью прибора дистанционного управления. При этом одно французское казино потеряло миллион сто тысяч фунтов. Этот трюк один из самых потрясающих в истории игорного бизнеса. Насколько я знаю, тогда впервые игроки использовали в казино свое оборудование вместо оборудования казино. Мошенники решили заменить шарик рулетки точно таким же шариком, в котором, однако, находился мини-радиоприемник. Этим шариком жулики собирались управлять на расстоянии с тем, чтобы он останавливался на определенной группе чисел. Преимущество жуликов перед казино составляло 300%. При таких шансах проиграть невозможно. Из 10 попыток 10 будут выигрышными. Для подмены шарика мошенникам нужен был сообщник из числа крупье казино. Каждый раз в свою смену он заменял обычный шарик на радиоуправляемый. Но чтобы замысел осуществился, пульт дистанционного управления должен был находиться метрах в двух от рулетки, не дальше. Жулики придумали, как лучше всего его спрятать. В их шарике была красивая женщина. Они дали ей пачку сигарет. Преступный крупье в свою смену подкладывал на рулетку управляемый шарик, а когда уходил домой, возвращал на место обычный. Когда на колесе находился управляемый шарик, женщине нужно было всего лишь нажимать на пачку сигарет, внутри которой был передатчик. Он посылал сигнал на приемник, скрытый в шарике. То есть шариком управляли, и он с невероятной точностью останавливался на группе определенных чисел. Таким образом, мошенники имели огромные шансы выиграть. Выпадало пусть не одно число, но группа чисел в 90% случаев. Преступники рассудили, что женщина отвлечет от их трюка внимания. Так и произошло. Всего за неделю банда украла у казино сумму, равную полумиллиону фунтов. Если, воздействуя на шарик, знать, на какой группе чисел он остановится, можно получить кучу денег. Афера очень прибыльная. Применение такой техники в казино в то время было просто чудом. Менеджерам казино и в голову бы не пришло искать в шарике радиоприбор или другое устройство. Такой хитроумный трюк был применен впервые. Владельцы казино теряли деньги, но не могли понять, почему. Они решили это выяснить. У казино есть масса забот помимо вычисления мошенников. Охрана следит по мониторам камер наблюдения за выплатой выигрышей в кассе, за игровыми автоматами, за главными и второстепенными выходами, за стоянкой машин и так далее. Охранники беспрерывно наблюдают за всем сразу. Если не искать определенную аферу, если не знать о ней заранее, невозможно определить, что она совершается. Не забудьте, речь идет о 70-х годах. В те давние времена еще не было ни персональных компьютеров, ни других современных электронных устройств. Мошенники одурачили всех. Менеджеры казино пытались понять, что происходит и куда уходят деньги. Это выяснили приглашенные эксперты. Они предположили, что расшаталось колесо рулетки, и что кто-то использует его перекос, но с колесом все было в порядке. Каждый вечер казино теряло все больше денег. Но охрана не могла обнаружить никаких признаков мошенничества. Преступники продолжали свою деятельность. Когда какое-то жульничество совершается впервые в любой сфере, для его раскрытия требуется много времени. Казино никто не предполагал использование передовой техники. Казалось, замысел жуликов идеален. Но в нем было одно слабое место. Женщина, управлявшая шариком, с помощью пачки сигарет, не курила. Афера провалилась из-за упущения в ее подготовке. Хозяину казино понравилась красивая сообщница жуликов. Он каждый день видел ее в рулетке с пачкой сигарет в руках, но при этом она не курила. Он по-мужски ею заинтересовался, стал за ней наблюдать и задал себе вопрос, почему, держа в руках сигареты, она не курит. Владелец казино решил, что она либо пытается бросить курить, либо пачка сигарет в ее руке связана с убытками его казино. Он обратился в полицию, и ее сотрудники в штатском обследовали казино с целью поиска электронных устройств. Они тайно вели осмотр зала во время совершения мошенничества. Неожиданно один из них попросил у той самой женщины сигарету, и тут из пачки раздался звук. Прежде чем дама достала сигарету, на нее надели наручники. Дело поступило в суд, подозреваемых признали виновными. Они избежали тюремного срока, но им на всю жизнь запретили играть во французских казино. Было подсчитано, что летом 1973 года мастера дистанционного управления обобрали казино на 10 миллионов франков, то есть на миллион сто тысяч фунтов. Но поскольку суд велел им вернуть эти деньги в казино, они остались с пустыми руками. Далее вы узнаете о Жаке, который сначала посмотрел на мир, а потом в глаза судье. Самые великие игорные аферы В конце нашего выпуска, посвященного самым дерзким аферам, которые почти удались, рассказ о бизнесмене, чье журничество на скачках заставило его оплатить Жакею 9-летний отпуск. Самые великие игорные аферы Отпуск длиною в 9 лет В 1983 году австралийский Жакей Дэнни Хобби упал с лошади и получил 9-летний полностью оплаченный отпуск. Позорный поступок. Эта афера была обречена на провал. Дэнни превратился из Жакея в путешественника после скачек с высокими ставками, проходивших в городке Бандери, недалеко от Перта, в Западной Австралии. Дэнни не был выдающимся Жакеем, но имел определенные успехи. В тот день ему довелось скакать на лошади-фаворите по имени Страйк Софтли. Этот жеребец находился в хорошей форме, он был спринтером и выступал отлично. Такого хочется иметь у себя дома. Эта прекрасная лошадь выиграла много скачек, она являлась фаворитом и просто не могла не победить. Но у Лори Коннелла, известного бизнесмена из Перта, возникла смелая идея. Лори Коннелл, владелец инвестиционного банка, обожал скачки. Устроители скачек давно подозревали его в нечестности. Он был авантюрист, человек с темным прошлым. Лори однажды уже запретили участвовать в скачках за мошенничество, но он заготовил новую аферу, для осуществления которой ему нужен был жакей Дэнни Хобби. Лори хотел, чтобы жеребец, фаворит Страйк Цофли, проиграл гонку и подговорил жакея спрыгнуть с него. Лори добивался, чтобы Дэнни не дал своему жеребцу прийти первым. Тогда победила бы лошадь Лори в Саратого Экспресс. Рискованный план. Лошади несутся с бешеной скоростью, и жакей, спрыгнувший на землю, рискует оказаться под их копытами. Неуправляемая лошадь на дорожке может оказаться крайне опасной, тем более, если она такая мощная, как Страйк Цофли. Этот жеребец даже без управления все равно рвался бы вперед. Несмотря на опасность, жакей Дэнни все же рискнул своей жизнью и здоровьем. Все решила крупная сумма, которую дал ему Лори. Будучи уверен в успехе, Лори сделал крупную ставку на свою лошадь в Саратого Экспресс. Лори поставил на свою лошадь слишком много денег, и мы сразу насторожились. Мы чувствовали, если сделана такая большая ставка, случится что-то необычное. Но даже в самых жутких снах нам не могло присниться то, что произошло на самом деле. Тревор Дженкинс в тот день комментировал скачки. Заезд начался нормально. Лошади бежали плотной группой. Но вдруг жеребец Страйк Цофли остался без седака. Вблизи барьера Дэнни Хобби вдруг вылетел из седла и упал на дорожку между другими лошадьми. Мы решили, что он упал. Это уже было его сенсацией. Лошадь бежала без жакея. В своем комментарии я предположил, что мы еще много всякого услышим об этом происшествии. Я чувствовал подвох. Падение Дэнни показалось странным не только Тревору. Еще до того, как Жакей поднялся, сотрудники ипподрома прибежали на конюшню, и один из них крикнул Регу Такеру, владельцу и тренеру лошади, что Жакей не упал с нее, а просто спрыгнул. Я, конечно, страшно расстроился. Я очень надеялся на победу моей лошади. Я был ужасно огорчен. Сотрудники ипподрома тоже расстроились. Они не поверили словам Дэнни о том, что он якобы упал, ударившись о барьер. При падении с него слетел сапог. Его тут же принялись осматривать. Это сапог Жакей, специально созданный для скачек. Как видите, он сделан из очень тонкой кожи, так как его вес должен быть минимальным. Если бы Жакей ударился о барьер, на сапоге были бы царапины в нескольких местах. А сапог Дэнни абсолютно не поврежден. Началось расследование причин падения Жакей. Замысел Лори провалился. Незавидным было и положение его лошади. Саратога-экспресс не выиграла заезд. Ее в тот день обогнала другая лошадь. Лори не повезло. Лошадь, на которую он рассчитывал, проиграла. Мошенник был в ужасе. Ему на всю жизнь запретили бы играть на скачках, если бы выяснилось, что он дал Жакею взятку за падение с лошади. Надо было избавляться от улик. А уликой являлся Жакей. Чтобы Лори не запретили играть на скачках, он отправил Жакея за океан. Пока следователи вели допросы, Лори платил Дэнни за то, чтобы тот ездил по всему миру. Казалось, он уехал навсегда. Как нам говорили, он жил в основном в дорогих отелях и вел шикарную жизнь. Он жил в Лондоне, в Германии, в Америке, в Италии, ездил по Европе, был в Сингапуре, в Париже. Ему надо было какое-то время скрываться. Скрываться пришлось намного дольше, чем предполагали Лори и Дэнни. Жакей Дэнни Хобби был за океаном 9 лет. В конце концов, полиция задержала его в Сингапуре в 1992 году. Он во всем сознался. Афера Лори, наконец, была раскрыта. Для Дэнни Хобби дело кончилось не слишком хорошо. Его дисквалифицировали, а Лори Коннелл отправился в тюрьму. Трагическая развязка. Лори Коннелл потерпел полный крах. Лори Коннелл отсидел один год за то, что препятствовал осуществлению правосудия. Жакей Дэнни был приговорен к 11 месяцам тюрьмы. Если бы афера Лори удалась, он мог бы выиграть 20 тысяч австралийских долларов, то есть 8 тысяч фунтов. Но он не получил ничего. И Лори, и Жакей Дэнни навсегда запретили участие в скачках. В нашем следующем выпуске вы узнаете, как члены коммунной хиппи сумели обыграть рулетку. Мы также расскажем о краже фишек из казино с помощью высоких технологий и ради крупной прибыли. А еще вы узнаете об электрифицированном седле, потрясшем и австралийских любителей скачек, и лошадей. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа.